Фонд создается в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве. Новая структура сможет брать на себя функции застройщика проблемных объектов. Таким образом он поможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Планируется, что деньги на достройку будут поступать из федерального и регионального бюджетов. В настоящее время идет формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы. Согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда. Мы получим, на наш взгляд, такой действенный инструмент, который позволит более эффективно и в более короткой сроке решать те проблемы, которые могут потенциально возникать. Мы планируем до конца сентября, начала октября организационно этот вопрос завершить и, соответственно, уже начинать работать в том числе через этот фонд. Директор агентства ипотечного аккредитования Свердловской области Александр Комаров доложил о ходе строительных работ на площадке жилого комплекса «Кольцовский дворик». Это один из крупнейших долгостроев в регионе. Здесь восстановление своих прав ждут более 300 человек. Как отметил Сергей Бедонько, до конца года планируется оказать поддержку еще 540 уральцам и закрыть вопрос по 7 объектам. В том числе планируется ввести в эксплуатацию 16-этажный дом на улице Самолетной и двухсекционный дом на улице Шевелева. Игорь Соколов при поддержке Департамента информации Свердловской области для новостей 11-го канала.